По-прежнему зовут Юлия Моисеева, я главный редактор по-прежнему интернет-СМИ Смолдили. Я вам обещала сегодня в эфире кандидата, потенциального кандидата в мэры, потому что кандидатом он будет, если его зарегистрировать, пока этот человек, который подал документы, он это сделал вторым, и на данный момент, насколько мне не изменяет память, это самый молодой потенциальный кандидат в мэры, зовут его Максим Носари, вот он, собственно, перед вами. Эфир у нас будет построен сегодня немножко другим образом, нежели предыдущие. Сегодня мы не будем вам в прямом эфире стараться ответить на вопросы, да, сегодня я подготовилась к эфиру, вот видите, серьезно готовилась, подготовилась к эфиру с Максимом и подготовила специально под него вопросы, я узнавала сегодня про Максима, старалась узнать что-то интересное, вот, и поэтому вас сегодня буду знакомить с Максимом, почему выбор такой кандидат. Мы хотим все-таки быть для всех доступными, для всех объективными, действительно, это наша цель, и мы не стремимся к НАЦ только за теми кандидатами, которые там озвучены и, может быть, даже потенциальны, нам интересно раскрывать разные личности, нам интересно узнавать, почему люди готовы идти в мэры, почему люди готовы сделать шаг в серьезную политику, какие планы ставят, какие цели перед собой ставят, вот обо всем этом и будет наш эфир. Но при этом я вас очень прошу активно комментировать, в том числе в ВКонтакте, в Инстаграме. Максим вот берет на себя обязательно, сейчас я ему дам слово, но мы уже перед этим пообщались, он пообещал на все комментарии, на все ваши вопросы, ответить те, которые могут возникнуть за пределами эфирова, ответить впоследствии в комментариях под нашим эфиром. Итак, Максим, здравствуйте, вот я уже частично вашу... Друзья, всем привет. Вот, Максим у нас громогласный, да, он не очень удобный позиций, он понимает, что вы там, а я здесь, но я предлагаю ориентироваться больше на меня, люди вас рассмотрят, я думаю, в ВКонтакте и в других соцсетях очень хорошо. Итак, Максим, то, что о вас известно на данный момент, вы 30-летний, правильно? 29 лет на сегодняшний день. А когда будет 30? 18 февраля. 18 февраля, ну вот, слушайте, почти мы прямо накануне вашего дня рождения общаемся, вот, значит, ну, соответственно, почти 30-летний, красивое число, почти 30-летний молодой человек, насколько я знаю, и который имеет отношение к недвижимости. Это все, что я знала до сегодняшнего дня. Поэтому, прежде чем перейти к каким-то вопросам, раскрывающими вас, я предлагаю, обычно Блиц проводит в конце интервью, я предлагаю вынести его на начало и посмотреть, насколько вы хороши в быстрых ответах, что вы выбираете в этих неожиданных вещах. Давайте, это будет очень интересно. Давайте. Итак, мой Блиц подбирала специально под вас, мужской Блиц. Итак, Ауди или БМВ? БМВ. БМВ. ЦСКА или Спартак? Без разницы, Спартак. Красная или белая? Красная. Залывались сразу. Сын или дочка? Сын. Сейчас еще раз, значит, у нас крепостная стена или собор? Крепостная стена. И ложь во спасении или горькая правда? Горькая правда. Отлично. Ну вот, ребята, вы первое впечатление получили о нашем потенциальном кандидате. Теперь бы я хотела немножко раскрыть вас для людей как-то более понятно. Итак, значит, я смотрела информацию, которая доступна в публичном доступе, соответственно, простите за тавтологию. И у меня к вам такой вопрос, первый, который меня натолкнул. У вас в профиле, если открываешь группу ВКонтакте, то в профиле у вас в виде ссылки забито, если я правильно процитирую сейчас, один на земле. Да. Почему? Каждый из нас, вы, я и каждый наш зритель, он такой один. Такого второго, к сожалению, не будет. Хороший он, плохой. Но я надеюсь, что у нас зрители все хорошие. Я уверен в этом. И каждый по-своему является, ну, грубо говоря, один на земле. Это в жизненный ваш взгляд? Да. Это знаете, как говорил мой один товарищ, я такой один, таких больше нет, снят из производства. Как вы бы заимствовали, интересно. И, собственно, вот, каждый человек личность, личность индивидуальная, поэтому, собственно, вот так вот, ничего такого глубокого в этом нет. Но, тем не менее, интересно, это вы как давно вы такой статус поставили? Ну, не статус, это не статус, повторюсь, это ссылка ВКонтакте вот таким образом ведет на профиль Максима. Она же в Инстаграме. Она же в Инстаграме, оказывается. Не знаю, ну, наверное, давно. То есть, точно не вчера, там, не месяц. И за это время не изменилось отношение именно к ним. Отлично. Тогда у меня другой вопрос. Не вижу у вас кольца на пальце, соответственно, и вопрос вытекает из первого вопроса и утверждения этого. Вы женаты? Я женат, у меня двое детей замечательных, я счастлив в браке. Как долго женаты? С 2011 года. Какое тип отношения в семье вы предпочитаете? Прежде всего нужно уважать друг друга. Уважать мнение супруги, супруга должна уважать мнение мужа. И, то есть, нет такого, что я пришел, там, все должны меня слушаться, там, все у нас равенство. То есть, мы приходим ко всему, все дела мы обсуждаем. То есть, обо всем договариваемся, ну, если мы об этом говорим. То есть, у нас нет такого, что папа главный, папа царь. Да, конечно, хотелось бы, чтобы последнее решение было за мной, но дома у нас супруга, хозяйка, потому что... Она не работает, судя по вашему высказыванию. Она не работает, у меня младшему сыну два годика. А старшему? А старшему 17 февраля будет 7 лет. Это у вас какая-то такая традиция, что ли? Ну, почти, теклеток, теклеток. Хорошо. Ну, тогда, прям, хочу сказать, ну, с днем рождения просто заранее не поздравляют, но тут уже как-то прям, ну, прошу-либо. У вас выздорово, просто. Хорошо. Соответственно, перейду к более таким вопросам, которые уже к повестке дня. Вы принадлежите ли вы к какой-то партии, то есть, партийный ли вы человек? Состояние ли, может быть? Нет, я не состоял, никакой партии не принадлежу. Есть у меня люди, которые мне симпатизируют в некоторых партиях, да, чье мнение я уважаю, чье мнение для меня. Они вам симпатизируют, а вы им, наверное, импонируете, насколько я понимаю. Да, то есть, они мне нравятся, грубо говоря. Вот. А так, собственно, я ровно отношусь. То есть, ну, в принципе, есть партии, к которым у меня отношение немножко хуже, чем к остальным, но мы об этом не говорим. Ну, кишки, тогда давайте, ну, раз уже загорели на позитиве, и можете ли назвать все-таки известных более-менее политиков, известных на уровне региона или страны, которые вы считаете, ну, вот для вас они близки по духу, по понятиям, по взглядам, по человеческим принципам, по убеждениям? Ну, то есть, кто это? Это из КПРФ, это Грудинин Павел, который, к сожалению, ну, может, к счастью, там, не прошел, да, на выборах. Это мэр, точнее, мэр, это губернатор Хабаровского края Фругау. И мэр Якутска. Ну, известные же персонажи. Да, это люди, которые мне симпатизизировали. А почему Фругал, ну, это лоднопартийца нашего губернатора. Ну, тут дело не в партии, тут дело в человеке. Я понимаю, что... Что бы ты ни делал, ты всегда, в первую очередь, должен думать о людях. Мэр, ты какой-то там директор, даже если ты дворник, обычно должен думать о людях. Если ты выбрал профессию конкретно, ты должен выполнять свои... Делать свою работу так, чтобы тебе было за нее не стыдно. И, собственно, я в этих людях вижу, что они на своем месте. И самое главное, что народ им доволен. И процентов 90, наверное, 99 людей, которые их знают, готовы пожать им руку и благодарны им за то, что они занимаются тем, чем они занимаются. Понятно. Тогда вопрос, вытекающий из вашего предыдущего ответа. Сколько сейчас людей в вашем подчинении? Есть ли такие люди? Ну, то есть, кем вы руководите? На данный момент у меня их нету. То есть, но у меня были промежутки в жизни, когда я руководил там коллективом около 15 человек. Ну, достаточно большой коллектив. Все были довольны, у всех... У всех не бывают довольны. У меня были все довольны. Потому что, прежде чем мы с ними начали работать, я давал им понять, что... Ну, во-первых, я услышал их, то есть, у меня не было таких людей, которые шли не по своей воле. Я давал людям такую работу, которая им нравилась, и брал на работу таких людей, которые бы моя... Работа, которую я им предлагал, нравилась бы. Какие-то фантастические, идеальные условия жили. Честно, извините за такую революцию. Я их... Нет, тут нет... Там я не собираюсь не хвалиться ничего, но это такая работа была в большинстве творческая, где-то там ответственная. И люди, которые этим занимались, я чувствовал, что это их, и всячески их поддерживал, и всячески давал им самореализовываться. Сейчас, на секундочку, я отвлекусь. У нас нормальный эфир идет, там все хорошо, без боев, отлично. Это, ну, просто технические моменты. Максим, ну и в продолжение вопрос, где вы сейчас работаете? Сейчас я... Чем занимаете? Сейчас я занимаюсь тем, что помогаю решать жилищные вопросы наших граждан. То есть, я помогаю подбирать квартиру, ну, собственно, с недвижимостью. Помогаю купить хорошую квартиру, помогаю выгодно продать квартиру. Это ИП, или ООО, или что это, форма какая деятельности? Это ИП, но там я... То есть, это не мое ИП. Наемная работа. Я как бы наемник, но мы работаем... В партнерской. Партнерской. Все, поняла. Тогда, соответственно, к вам вопрос, но это важный вопрос для любого, как бы, гражданина, и он, как бы, обычные люди устесняются задавать, но я же задам. Сколько вы зарабатываете своей деятельностью? Ну, в среднем. Вы знаете, я обязательно отвечу на этот вопрос, но небольшое предисловие. Многие из моих коллег жалуются, что сейчас кризис, жалуются, что сейчас продажи не идут, что сейчас упало. Скажу так, что даже в войну квартиры продавались. Продавались, менялись, сдавались. Все зависит от того, как ты работаешь. Есть такая поговорка, волкан многих кормят. Можете мне не рассказывать. Если ты будешь лежать на диване и жаловаться на жизнь, ну, ты так всю жизнь будешь лежать на диване и жаловаться всю жизнь. Только здоровье будет ухудшаться. К своей работе я подхожу очень серьезно. И в основном сейчас моя работа заключается, точнее, клиенты приходят по сарафанному радио. Сделал одному хорошо, второй придет, третий посоветует. Я правильно понимаю, что вы говорите о том, что вы в определенной степени сформировали репутационный задел на данный момент, сваленский и узнаваемость. То есть, как говорил мой первый руководитель по недвижимости, сначала ты работаешь... А кто? Ракицкая, Наталья Владимировна. Сначала ты работаешь как студент на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Ну и, собственно, я выбрал этот путь, я работал на зачетку. Ну и сейчас, собственно, люди узнают, люди советуют. Это очень приятно. И я это очень ценю. И отдаюсь на 200%. Что касается заработка, он плавающий. Бывает, что можно заработать 40 тысяч, бывает 50, 70, 80, бывает 100. Самый большой заработок в вашей жизни? Какой был разовый? Вот прям, чтобы раз и деньги к вам легли. Ну, тысяч, наверное, 150. Угу. Нет, это важный вопрос, понимание отношения к деньгам, насколько... Нет, несомненно, я стремлюсь, чтобы зарабатывать больше, но я не сторонник того, чтобы скакать по головам. То есть, я всего хочу добывать сам, там, не за счет кого-то. И если я вижу, что люди тоже, как я, стремятся к этому, я всегда буду всячески помогать и способствовать тому, чтобы человек поднялся и вышел на тот путь, на который он заслуживает. Я в том плане, что на хороший заработок. Если я вижу, что человек стремится, я обязательно его поощрю, либо сделаю таким образом, чтобы заработал больше. Отлично. Собава или жаворок? Люблю поспать. Вообще поспать? Люблю, люблю. Знаете, как засыпаю поздно, но я просыпаю. В принципе, знаете, как, поспать много не удается. Засыпаю поздно, но так как двое деток, одному в садик, второй пока еще в садик не ходит, приходится просыпаться рано. Но иногда, если есть возможность, я все-таки могу позволить себе поспать до девяти часов утра. Сколько в среднем вы спите в сутки? Ну, ложусь где-то в часах два, но тут расспаюсь где-то часов в пол-восьмого. Пять-шесть часов? Ну, где-то так. Ну, хорошо, нормально. Ну, это, собственно, личностные вопросы. На этом я вас успокаиваю, заканчивается. Но есть чудесный блок, который касается, собственно, события, ради которого мы с вами сегодня собрались. А, нет, простите, у меня еще один личный вопрос есть. Увидела на вашей страничке ВКонтакте старые фотографии, мне они показались, по крайней мере, несколько летней давности, полетов. Ну, очевидно, что ваше хобби авиация. Что вы получаете именно от полета? Какие эмоции? Ну, для начала скажу, что я безумно боюсь высоты. Как бы это... Простите. Да. Как те ежики, которые жрут кактусы, плачут. Да. Продолжай. Ну, как сказал мой друг-летчик, какой нормальный человек не боится высоты. Если он не боится высоты, значит, он ненормальный. Ну, тень самосохранения. Согласно. То есть, выйти, допустим, на балкон девятого этажа и посмотреть вниз, для меня такое очень довольно серьезное испытание. Не говоря о том, что иногда мы ездим на улицу Попова, там дома есть, 20-этажки с сыном, и смотрим на вечерний город с высоты там 19-20 этажа. Для него это удовольствие, для меня тоже удовольствие, но до тех пор, пока не смотришь вниз. Когда ты садишься на дельтаплан, ну, дельталет, мото-дельтаплан, это чувство страха, оно пропадает. Да, есть, конечно, инстинкт самосохранения, его никто не отменял, но ты обретаешь какую-то свободу, свободу от каких-то там негативных мыслей, ты уходишь в какое-то другое измерение. И вам, всем, друзья, это советую. И небольшая рекламка, если кто-то хочет осуществить это место, я всегда за. То есть пишите мне в личку, и мы всегда с вами полетаем. А сколько это стоит? Ну, нормальный человеческий вопрос, не то, что я фиксирую на деньгах, но вот я, допустим, всегда хотела бы. Вопрос, сколько это стоит? Я думаю, для многих потенциальных смолян, которые нас смотрят, это абсолютно средняя категория людей, для которых этот вопрос будет ключевой в выборе этого хобби. Насколько это безопасно? Второй вопрос. Это безопасно, не страшнее велосипеда, грубо говоря, не опаснее велосипеда. То есть у многих вопрос, процентов 90 людей, кто задавал мне вопросы по Дельтаплан, это был, а что если откажет двигатель? Ну, это мотор Дельтаплан, да, он с мотором, мы взлетаем как на самолете и садимся по самолетному, будем так говорить. Если отказывает двигатель, мы спокойно можем планировать и сесть благополучно. Ну, случаев таких не было, чтобы при отказе кто-то разбивался. Больше разбиваются в автомобильных, там, к сожалению. Это мы поняли. Теперь цена вопроса. Цена вопроса абсолютно минимальная, бюджетная, это 2,5 тысячи. Полет стоит. Это на двоих или там один пилот опытный, а второй не опытный? А второй, да. Такой лошадник, как я, допустим, да, грубо говоря. Полеты обязательно с профессиональным пилотом. Цена это в районе 2,5 тысяч. Минут 10 где-то полет длится. Но это на самом деле много. То есть попробуйте сесть и посчитайте там до 600 секунд. Ну да, когда это тем более чудовищно страшно, это будет очень долго. Страх попадает, как только вы отрываетесь от земли, у вас мысли. Да, знаете, иногда у меня у самого бывает трясутся коленки, но это не от страха, это от какого-то там, от какого-то космического удовольствия. Да. Ну когда-нибудь, может быть. Сегодня уже поздно, завтра. Итак, ну теперь вопросы все-таки ближе к мэру, ближе к телу, значит. Скажите, пожалуйста, вообще, что, зачем вы вот, вообще проникнулись в эту идею, почему, зачем вы идете в мэры, ну вот вообще участвуете в конкурсе, зачем? Вы знаете, как любому гражданину нашей страны, нашего города, мне хочется, чтобы наш город был чище, люди были добрее, чтобы каждый человек, который живет в нашем замечательном городе, проспался с утра, у него было хорошее настроение, он шел с хорошим настроением на работу. Максим, прерву, просто мне присылают комментарии, которые читатели пишут, и очень тут Виктория, как правильно, Берговинова, или Берговинова, ну вот, извините, могу фамилию ошибиться, с такими дорогами только Дельтаплан, говорит она. Так что вас тут поддерживают дамы. По-моему, дамам вы очень симпатичны, потому что из присланных мне комментариев и вопросов все четыре принадлежат дамам. Так что вот, дамам привет. Дамы, вопросы я ваши озвучу. Ольга Евстигниева, Сметлана Романова, Наталья Братикина, ну, собственно, то, что, видимо, твой вопрос уже фактически прозвучал. Итак, простите, продолжаем. Кстати, вот, что касается дорог, я тут вполне возможно, что в субботу поеду с сыном на завод БелАЗ. Это вы выход такой, что ли, нашли для себя на БелАЗ? Нет, просто... Купить соответствующую технику? Я в жизни хочу сам все пробовать. То есть, были там... Был опыт съемок в кино, в сериале Универ. Господи. В качестве кого, раз уж сказали. Ну, долгое время работал... Ну, не долгое время, пока учился, работал официантом. Ну, собственно, там я был официантом. Ну, и была возможность сниматься дальше. Ну, были жизненные обстоятельства такие, что просто... Ну, либо обстоятельства, либо съемки. Ну, если вернуться к нашему разговору... Ну, да, мэра, почему? Есть такая поговорка, старая русская. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Вот. Да, я, конечно, могу сам взять лопату, почистить у себя во дворе, но посыпать дорожки ледяные во всем городе, к сожалению, у меня сил не хватит, да. Здоровья, может, хватит, но времени там, возможно, не будет. Хочется, чтобы у нас не было пробок, хочется, чтобы люди ездили в общественном транспорте, который бы отвечал по безопасности всем нормам. Ну, прерву вас, я поняла, хочется, чтобы было все зашибись. Вопрос теперь давайте как? Ну, сейчас мы в виде как, в ряде вопросов. Во-первых, главное, вопрос, вы знаете, я задавалась недавно этим вопросом, вот вы сейчас столкнулись с процедурой выборов, непосредственно подали документы на участие в комиссии, дойдете ли вы или нет до финала выборов, ну, потому что вам предстоит еще собеседование и с комиссией, и документы, ваши проекты, не факт, что, конечно, вы дойдете вообще до выборов в горсовете, но в конечном итоге судьбу вашего, даже если вы дойдете, будет решать на горсовете депутатами горсовета. Честно говоря, для себя я представляю уже даже, кто станет главой города, и боюсь сказать, что это будет не вы, но тем не менее, возвращая вас вот в начало, вы вот уже начали проходить вот эти жернова, да, скажем так, выборные, как вы считаете, чтобы вам больше импонировало, как жителю, как вот теперь уже участнику политического процесса, всенародные выборы, вот за что бы вы, всенародные выборы, как вам кажется, может быть проще, чтобы губернатор вообще сразу назначал, потому что он назначает человека, который будет доводить четкую некую вертикаль власти, до ума и как бы в единой системе плясать это все будет, или все-таки вот как данная система, когда выбирают фактически депутаты горсовета на голосование, какой вам тип выборов кажется более приемлемым? Я считаю, что как и в выборах президента должны принимать участие граждане города Смоленска и вообще любого города, то есть должны выбирать жители. Да, каждый человек, который решил, увидел точнее себя мэром города, должен доказать людям, что вот, что именно за него они должны голосовать, и должны быть именно такое голосование. Как вы считаете, какие у вас были бы шансы на всенародных выборах? Ну, мне кажется, их было бы больше, в любом случае, чем у них сейчас. Я, конечно, оптимист, я верю всегда только в лучшее, но, как бы, глядя на реалии нашей жизни, я думаю, что выбор жителей, он был бы немножко иной, нежели выбор губернатора или горсовета, который сейчас будет, ну, и той комиссии, которая будет создана для этого мероприятия. Понятно, Максим. Ну, давайте к таким вопросам поговорим, чтобы люди поняли вообще, ну, понимая, насколько вы там в работе мэра себя представляете. Вопрос у меня, это мой вопрос, и он такой. Вот вы ранее сказали, почему идете. Собственно, для того, чтобы сделать по всем параметрам город лучше, вот идеальную такую картинку мира, представив. У меня следующий вопрос. Я это не первый год и в журналистике, и сталкиваюсь с административно-хозяйственной деятельностью, и понимаю состояние бюджета, который, к сожалению, в Смоленске очевидно дефицитный. И решать вот эти все проблемы, о которых вы говорите, просто руководить, и просто раздавать указания, абсолютно бесполезно. Ну, просто там заставлять кого-то работать. То есть это бесполезно. Без единственного фактора привлечения источников каких-то финансирования, чтобы пополнять наш городской бюджет для тех самых задач, которые вы говорите. Вы, как человек, который работал руководителем, и, в принципе, понимаете все эти процессы, явно, может быть, не хуже меня, может, где-то и лучше. Скажите, пожалуйста, какие вы видите источники 2-х дохода, которые могли бы это состояние бюджетное улучшить? Ну, смотрите, нет смысла, я считаю, брать с людей деньги. Там сейчас поднимают, брать за проезд цены, там поднимаются топливо, на топливо цены поднимаются. Я считаю, что нужно брать все-таки с федерального бюджета деньги. То есть выделяются, есть очень много там программ, доступная среда, выделялись средства на подготовку к мероприятию к юбилею города. Я, собственно, думаю, что нужно оценить, на что наш город может претендовать, на какие средства, уделяемые на государство. Не изыскивать их. Что вам сообщить, это все мониторить, максимально стараться участвовать? Сколько там, конечно, можно чуть больше привлечь, но это будет такой несущественный зазор, который не скажется. Все-таки, какие еще способы привлечения, через что еще, как вы считаете, стоит денег, получает бюджет. Вы знаете, что касается тех денег, которые выделяет нам государство, если бы они не оседали в карманах чиновников, каких-то таких лиц неблагонадежных, у нас было бы все намного лучше. В любом случае, будет собираться команда, команда профессионалов, которые зарекомендовали себя в своих там отраслях, на своих местах. И я считаю, что... Это у вас оптимистичный взгляд в жизни. Что значит, собирается команда? Кого вы видите в своей команде? Просто у нас-то, на самом деле, кадровый голод такой в городе и в регионе, что вы себе даже не представляете. Поэтому у меня к вам вопрос. Кого вы видите в своей команде? Ну, смотрите, так вот называть я их пока не считаю. Нужно, ну, хорошо. Откуда эти люди, где вы их будете брать? В любом случае, у нас не все так плохо в городе, да? Я не говорю, что плохо. Я наоборот очень люблю. Есть руководители, которые на своих рабочих местах создали идеальные условия для сотрудников, да, которые качественно и, ну, грубо говоря, правильно сейчас немножко сбился. Но я поняла, о чем вы говорите, что они в определенном, в определенном пространстве создали все по максимуму работающей. Вы говорите, что вы вытащите этого профессионала из этих его идеальных условий, засунете его вот в этот город и он будет так же эффективен на этом месте? Нет, я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, чем он занимается. То есть, стоматолог лечит зуб, да, он там профессионал. То же самое. Я понимаю, ну, да, но мы говорим о команде управленцев, мы говорим о хороших менеджерах. Вы мне сейчас говорите, что вот за одних условиях, там он себя показал успешно, ну, на чем-то схожей сфере, да? Вот мы если его выдернем, то там он как бы и посадим в город, вот к себе его в команду заберу, и там он будет успешен. Но это не значит... Вы в это верите? Я верю, но это не значит, что этот человек будет заниматься всем подряд. Ну, каждый будет заниматься тем, что у него хорошо получается. Вы идеалист. Я просто уже в своей жизни видела много людей, которые на базе какого-то учреждения показали сверхспособности по менеджменту, менеджменту там супер как бы классный, только выводишь их на уровень выше, и они теряются, расплываются, не в состоянии там уже работать дома, и там они проигрывают. Тут настолько тонкие процессы, и как бы понятно, что это метод проб и ошибок, но у вас очень идеалистичная картина мира, позволяю себе покритиковать. В любом случае все... Но это хорошо. В любом случае все будет анализироваться, и каждый вопрос на него не может быть такого вот быстрого ответа. Над каждым вопросом, будь он простой, легкий, его нужно обдумывать и... Как вы думаете, у главы города есть время для анализа? У него должна быть команда профессионалов. Должна быть откуда? Это должны быть люди, которые... Должны быть откуда? В любом случае люди, которые будут заняты за... Часть из них уже есть, а часть мы будем анализировать их работу и приглашать их к себе. Часть команды работает сейчас, в администрации города, в администрации региона нашего. Ну ладно, поняла, что вы, в принципе, хотели бы взять определенных людей уже с опытом. То есть у меня нет такого, что там приглашу брата, сестру, тетю, ни в коем случае. Все-таки это огромная песня. Не, ну в этом я вас не подозревала. Если что, к этому я речь не вела, просто я хотела понять, как вообще в общем принцип поформировать команду, и как бы насколько вы... Все-таки самое главное это прислушиваться к людям. Пейте чай, а то я выхлебуюсь в совесть, а вы сидите, тяжко говорить много. Ну и пока вы пьете, расскажу вам следующий вопрос, который лично мне, для меня он важен, интересен многим людям нашего города. Как вы представляете себе дальнейшую жизнь трамваев в Смоленске? Трамваи, я думаю, что должны быть все-таки. В каком виде продлевать, сокращать? Если продлевать, то куда? Если сокращать, то что? И как вообще трансформировать эту сеть? Ну, смотрите, дорожный, вообще развитие дорог в Смоленске требует вмешательства, даже взять ту же улицу, да, Рыленкова, когда утром там... Я очень извиняюсь, у нас, по-моему, фотоаппарат перестал писать, который на YouTube идет. Я продолжаю? Да, но сейчас мы продолжим, две секундочки. Как мне показалось, что он за то, что прозвучал, да, щелкнул. Кончился. И желательно проверить, идет ли трансляция на YouTube и в Instagram. Те идут, да? Ну, хорошо. Просто для пояснения для наших всех зрителей о том, что у нас идет не только прямая трансляция, мы пытаемся записывать все-таки еще просто запись вести, которую мы в последующем зальем на YouTube, чтобы сохранить этот эфир, и она с другой точки ведется. И, ну, вот, в общем-то, так продлим жизнь, потому что, ну, кто знает, может быть, Максим под дальнейшим станет через... Пускай, может быть, не в этот раз, но через пять лет мы увидим его в мэрах, а может быть, еще где-то выше. И вот, представляете, какой это будет классный эфир. Итак, Максим... Вместе посмеемся, да? Почему посмеемся? Ну, мне кажется, это классно, это стартовый хороший такой дебют и способ о себе рассказать, тем более, что аудитория достаточно немаленькая. Итак, Максим, все-таки, как в судьбе трамвая. Ну, во-первых, трамвайный парк можно все-таки обновить со временем, да, было бы замечательно. Нужны бабки. Я сюда, кстати, приехал на трамвае, да, все гремело, все тряслось. Трамвай-трамвай рознь, но московский более комфортный, повторно, помню. Да, согласен. И более отапливаемый. И каждый кресло там отапливается, что замечательно. Да, да, да. А самое главное, что? Что они нам достались абсолютно бесплатно. Безвозмездно. Безвозмездно, да. Это очень важно. Нет, это я вам просто говорю о том, что на самом деле, что можно делаться, как ни странно, как ни парадоксально, оно делается. Денег нет. И все наши с вами дальнейшие диалоги, там, грубо говоря, о городском хозяйстве, они будут уходить в плоскость, откуда бабки брать. Финансовую, да, конечно. И вот, как бы, пока не будут определены источники дохода для города, дополнительного дохода, развития бюджетной сферы, до тех пор мы можем сколько угодно говорить, как должно быть. Но, тем не менее, ваше видение интересно мне. Как вы видите себе судьбу трамвая нашего? Понятно, что у нас должно быть и больше, и лучше, и красивше, но в целом, сколько, куда, и как, и в каких направлениях либо сворачиваем, либо разворачиваем, что делаем? Ну, я думаю, что на данный момент трамвай должен быть. То есть, да, конечно, стоит заняться ремонтом трамвайных путей. И, что касается разветвления, у нас и для машин-то места сейчас недостаточно, да, утренние пробки, вечерние, там, днём добывают из-за ДТП. Я уже говорил, допустим, про улицу Туржеленка, да, повторюсь, которую, ну, на мой взгляд, нужно расширить вдоль, допустим, трамвайных путей, чтобы не было пробок. Я не обдумывал ещё детали о том, вообще, как это всё будет, и, честно говоря, да, у меня возникал вопрос в поводу транспортных развязок, но что касается трамваев, на данный момент я пока, наверное... Хорошо, ладно, я поняла, а с троллейбусами будем что-нибудь делать? С троллейбусами? Я думаю, что они тоже должны быть. До Южного надо пускать или нет, ваше мнение? На данный момент пока нет. Я думаю, что... А я считаю, хорошо бы им там было, жителям Южного развивающегося района. Ладно, но это моя субъективная точка зрения. Я, честно говоря, над этим ещё не думал, и сейчас немножко задачи... Я думаю, что посыпанные тротуары, почищенные дороги и отсутствие пробок в городе, они важнее, чем... Хотя, в принципе... Вот насчёт посыпок и этих самых... На самом деле, это ежедневные задачи, и вот их как раз можно добиваться. То есть решение этих вопросов можно добиваться требованием уже в текущих условиях. На мой взгляд, я в этом убеждена. А вот я с вами пытаюсь обсуждать те вопросы, которые как бы, ну, именно в задачи мэра вкладываются, как на мой взгляд. Эти задачи, их просто додавить непосредственными волевыми решениями и как бы точечными задачами. Я могу сказать, что это не конкретно задача мэра, да, это и есть тот же горсовет, который обсуждает совместно с мэром всё это дело. Да, конечно, в общем, всё решаемо, я уверен. Просто нужно подходить ко всему по-человечески и слушать граждан. Если людям в Южном нужен троллейбус, значит, нужно собираться, обсуждать на каких условиях и как это всё, и для того, чтобы это было, должно быть выгодно всем. Должно быть удобно и выгодно для граждан, чтобы там не повышались тарифы на проезд. Ну и, соответственно, для города тоже должно быть. Хороший ответ. Потому что я перебил взять в Ростовское направление, въезд в город, где Ростовское кольцо у нас. Там постоянно утренние пробки, потому что люди с области, это такая очень важная артерия в городе, и там часто по утрам пробки. И не возникли ли больше пробок там от трамвая, от троллейбусов, точнее. Трамвая точно не нужна. Максим, я предлагаю перейти к вопросам читателям. Я свой в загашенке оставила вопрос еще один, как минимум. Тут вот ремарка есть. Светлана Романова говорит, по вашим словам, во главе управления по ЖКХ надо поставить дворника, ведь именно он знает, что нужно для улучшения состояния городских дворов. Но это ремарка ее, то есть отзыв читателя. Теперь давайте вопросы. Первый вопрос, его еще до эфира транслировала Ирина. Ирина у нас живет за границей, она у нас жительница уроженых Смоленска, и она следит очень тщательно за тем, что происходит в ее родном городе, тем более, что здесь у нее родители живут. Итак, этот вопрос. Если бы вас избрали, какое бы вы распоряжение в качестве мэра выпустили первое? Какое было бы ваше первое распоряжение? Первое распоряжение будет о том, что каждый житель города Смоленска, чтобы каждый житель города Смоленска мог беспрепятственно достучаться до меня. То есть, чтобы каждый голос жителя, точнее, голос каждого жителя должен быть услышан. Каким образом? Как вы себе представляете, беспрепятственно достучаться? Что в вашем понимании там? Систему какую? Ну, в соцсетях они вас могут найти. Еще как? Соцсети, приемные. Ну, наверное, неправильно будет давать личный номер телефона. Но, опять же, я думаю, что достучаться до зама будет очень просто. И уже он передаст там... Знаете, зама иногда еще те передаст. Мы таких передастов не будем. Хорошо. Произом. Итак, следующий вопрос, значит, от слушателей. Ольга Евстигнеева. В чем видите свою полезность для города? Уверен, что будет гораздо лучше со мной, чем без меня. Городу нужен хозяин. Ну, как бы это там грубо ни звучало, но человек должен быть из народа, который должен чувствовать, что нужно городу. Не просто закрыться в кабинете и смотреть из окна там, как двор не чистит снег или не чистит. Он должен быть с народом и он должен первым реагировать на какую-то проблему и решать ее. То есть это не должны быть проблемы граждан. Это мэр, он как глава семьи. Не только глава города, он как глава семьи. И на нем ответственность не только там за канализационные люки, за их отсутствие там или за нечищенные дороги. Я считаю, что у каждой проблемы есть имя и фамилия. И это фамилия там не губернатора Островского или мэра Носарева, да, а... Как что этот статуй у меня это напоминает? Человек этот был при погонах. Ну-ну. Вот. Поэтому город будет знать своих героев и каждый, кто не будет в должной мере выполнять свои обязанности, я не буду говорить, что там за одним человеком будет закреплен там весь город. У каждой улицы, у каждой ямы будет своя фамилия. Если этот человек будет не выполнять, мы будем вместе с вами его убирать. Будем так это грубо. Ну, поменяем рот его деятельности и поставим на это место того человека, кто будет в должной мере выполнять свои обязательства и радует нас с вами. Максим, ну вот классно опять вы все говорите, мило, так идеалистично. У меня к вам, знаете, такой вопрос. Прошлые выборы главы города, те три кандидата, которые дошли до выборов, один стал главой, второй его заместителем. Ну, вот так сложились обстоятельства. Вдруг в вашей судьбе вот случится такой поворот. Пусть главой вы, допустим, не станете, но в какой-то момент займете некую начальственную должность в администрации города. Ну, всякое может быть. Сейчас кто-то может эфир посмотреть. А я вас уверяю, все-таки люди с высоким очень статусом, политическим, управленческим, они тоже все равно этот эфир как-то пронаблюдают, для себя отсмотрят. Если вдруг вы их как-то впечатлите и так далее, и вот в конечном итоге будет принято некое решение вводить вас в команду. Ну, вот, допустим, изучат вас, просмотрят, вдруг у вас где-то результаты действительно хорошие. И вот вы стали, допустим, членом команды, вы стали членом администрации, вам положен под попу личный автомобиль и прочие другие чудесности. Скажите, пожалуйста, как скоро вы перестанете ездить на трамваях, ходить пешком и так далее, и так далее? Это вопрос от меня. Хорошо. Я не буду лукавить, да, что я не буду пользоваться транспортом, который мне, возможно, предоставят. Я не брезгую ездить на автобусе, на трамвае. Иногда даже это очень удобно, это экономить время в пробках. Да, они у нас не такие большие, но все же иногда гораздо проще проект на трамвае по прямой, нежели там петлять по нашему городу. Как скоро? Ну, я не откажусь от этого, но в любом случае моя задача – это слышать народ и делать так, чтобы всем было хорошо. То есть всем я имею в виду, что гражданам. Следующий вопрос от читателей. И что изменится от вашего мэрства для простых жителей города? Вот хоть одно изменение приведите людям конкретное. Вот без воды, что вы вот изменили бы, что изменит в жизни для людей ваше мэрство потенциальное? Ну, я бы вплотную занялся дорогами. Вплотную занялся дорогами, качеством дорог. А тендеры были бы более открыты не просто там, на кого показали пальцем, а не сделать дорогу тяп-ляп. И потом, ну, начнем с дорог, наверное. Ну, то есть вы бы, я ваш ответ переведу, позволю себе перевести, вы бы изменили подход, во-первых, а, к принятию дорог, а, б, к установлению неких контрактных обязательств, в том числе гарантийному ремонту и так далее, и так далее. Вот это вы имеете в виду? Да, именно так. Отлично. Ну, в любом случае не будет точно скользких там дорожек, не будет сосулек над головами наших граждан. С чего вы взяли что-нибудь? Нет, ну, они будут появляться, но не будет такого, что просто оградили, и люди будут там ходить по дорогам. я говорю, у нас будет, за каждым, везде будет ответственен человек. и с каждого сотрудника до самого низа, вы говорите о том, что будет своя зона ответственности закреплена. Правильно, я пытаюсь перевести, вы же волнуетесь в отличие от меня, мне такое достаточно комфортно. и так, так-так-так-так-так-так, так, Николай Позняков, в каком районе вы живете, удобно ли у вас транспортная развязка? Я живу на Ломоносово-10В. Вот видите, вам даже адрес потенциальный мэр говорит. В первом подъезде. Удобна ли транспортная развязка? Ну, сейчас... Или что-то надо изменить? Вопрос такой вот. Конкретно там, если бы вовремя очистили дороги, то, ну, у нас, знаете, у нас старинный город, да, все мы это знаем, и у нас в те времена не было запроектировано таких прям... Ну, не было запроектировано широких дорог. Ну, он изначально строился под другую совершенно нагрузку транспортную. Да, конечно, конечно. И сейчас нам приходится подстраиваться. Да, есть, конечно, места, где я хотел бы изменить что-либо. Там где-то расширить, где-то что-то убрать. И к этому мы, конечно, подойдем. Ну, в целом, наверное, по пятибалльной шкале на троечку я доволен нашей транспортной инфраструктурой. То есть, конечно, есть куда приложить руку и обдумать вообще, стоит ли там сходить, допустим, или... Ребят, напишите, кто живет в этом же районе. Моигните, пожалуйста, в ленте, где кто примерно на Ломоносово живет, 11 вы, если я правильно... 10 вы, пардон. Моигните, чтобы потенциальный наш кандидат в мэры понимал, сколько у него там соседей его смотрят. Я очень буду признательна за эти онлайн-ответы. Он потом пересмотрит их уже дома. Значит, наша Наталья Братикина постоянный наш зритель, она очень въедливая дама, знакома с Наташей еще со времен автоформа, это уже почти 10 лет. Вот она очень въедливая, я прямо процитирую вопрос полностью. Вот очень интересно, почему вам вообще пришла в голову мысль, что вы сможете управлять целым городом и сделаете его лучше? Ну, управляет городом не мэр, управляет городом команда, которую он собирает. Ответственность всегда на одном, скажу вам сразу. Иногда команда – это лишь определенная иллюзия. Ну, как бы команда-команды, и ответственность всегда на первом, на том, кто ведет. Ну, я уверен в своих силах, и все-таки я считаю, что, во-первых, это огромная ответственность, все мы это понимаем, в том числе и я. Я уверен в себе, я знаю, на что я могу, и уверен, что смогу доказать людям, что справлюсь с этой задачей, и уверен, что люди в дальнейшем готовы будут перезабрать меня на второй срок. Конечно, и Москва не сразу строилась, да, у всех, все совершают ошибки, но я уверен, что смогу учиться на ошибках других людей. И за свою жизнь я проехал, не побоюсь этого слова, всю Россию от Курильских островов до Калининграда. Я поясню, у нас перед эфиром небольшой короткий диалог состоялся, я попросила Максима максимально ничего мне не говорить, как бы о себе, но он умудрился сказать, что, собственно, вырос и детство провел на Дальнем Востоке, насколько я понимаю, да? Да, на острове Кунашир, в 16 километрах от Японии. Это вот те самые острова, вокруг которых, рядом с которыми сейчас развернулась бурная внешнеполитическая... Самый ближний остров к Японии, да. Это я просто, я не знала, это я, походу, так и следила за внешней политикой, в том числе. Вот, интересно. Кстати, можно будет потом поговорить, расскажите впечатления как-нибудь свои, в том числе по этому. Итак, Наталья, на вопрос. Наташа, будем считать, что тебе ответили. Значит, Влад Николаев говорит, очень интересная ремарка, Влад, дом снести, что строится там. Но, насколько я понимаю, как новостник, который в курсе новостной повестки, это, видимо, про тот дом, где летом газовую трубу пробили, и там, где горела бытовка, насколько я понимаю, на этой неделе. У нас как-то этот дом часто мелькает в новостях. Какое ваше отношение к этой стройке, доставляет ли она вам неудобство? Это я расширяю вопрос Влада. И, соответственно, ваши мысли по этому добру рядом у вас под боком. Видимо, Влад там рядом живет, судя по всему. Влад, напишите рядом. В общем, какой плюс лично для меня от постройки этого дома? Кто что за компания строит? Что за компания? Я не помню, просто застройщик. Вяземская. Вязем жилстрой? Вроде бы, да. Я так не вникал. Я немножко копал под них, откуда там земля, ну, откуда, точнее, провалка земля. Вы видите, какой у нас опасный кандидат в мэры, потенциальный кандидат в мэры? Он уже под кого-то что-то копает. Ребят, на самом деле, это очень важный маячок. Ну, давайте дальше, Максим. Тут немножко была другая задача. Я стараюсь брать от жизни все, и если мне что-то непонятно, допустим, или интересно, как это все происходит, допустим, как вот на поле возник дом. То есть, в любом случае, кто-то сначала приехал, кто-то сначала, точнее, подумал об этом, чтобы построить на этом месте дом. Кто-то приехал, взяли там пробу земли, кто-то купил потом этот участок, кто-то там договорился с кем-то, чтобы... Ясно. Какой профит у вас от этого в итоге, вы скажите? Вы же сказали, вам это в определенной степени хорошо. Да. Так как я отец двоих сыновей, двоих парней... Площадку захотели. Нет, нет, нет. Площадка – это боль. Потом, чуть позже расскажу о ней. Нам площадка, к сожалению, не грозит перед моим домом. Наш застройщик... Не грозит или не светит? Не светит. Не грозит. Ну, не грозит, конечно. В общем, немножко в другом. Плюс какой? У меня с балкона видно, как идет строительство. И так как мой сын очень любопытный, и на этапе пустого участка от котлована и до... Сейчас, восьмого уже этажа, мой сын видит, как идет строительство. То есть мне не приходится объяснять. Я только показываю, но ему в каких-то моментах там сыночек вот так вот кладутся плиты, вот так вот сначала выкопили котлован, так вот сначала залили. То есть, такой вот плюс. А что касается... Какой-то очень сомнительный профит лично для меня был бы. У вас же под окнами вырастет вот эта свеча, и, судя по вашему рассказу, она перекроет вам абсолютно освещение свет в оконце. У меня окна выходят на противоположный дом, и так получается, что солнце и заходит, и... То есть у меня солнце есть. Ну, ладно. Да. У моих соседей, которые с торца окна как раз выходят на этот дом, да, есть минусы, но не об этом. Что касается минусов общих, у нас, как и в принципе у многих дворах, не хватает стоянок критических для автомобилей, учитывая, что еще и дворы не чистят, и сейчас эта проблема очень просто встанет. Она у нас уже встала, что люди хотят оградить территорию нашего дома, поставить шлагбаум. Сомневаюсь, конечно, что это получится, но все же. Ну и здесь она тоже, такая проблема возникнет еще больше. Главное, чтобы это было безопасно для людей, которые будут в нем жить. Максим, мы в эфире уже 50 минут, у нас будем считать, что у нас осталось 10 минут, поэтому я вот транслирую от Светланы Романовой еще один такой вопрос, на который я предлагаю не столько ответить, сколько свое мнение выразить. Потом я транслирую свои вопросы, будем как-то закругляться. Наших помощников я попрошу из среднего ящика, там вот с края, достать там небольшой презентик, чтобы мы готовы были это сделать. Вот, и, соответственно, вот я организовала наше пространство в прямом эфире. Итак, вопрос от Светланы Романовой. Для того, чтобы в городе, это ее мнение, она имеет на это право, для того, чтобы в городе не было сосолек и было все посыпано, необходимо полностью уничтожить жилищник и принцип работы спецавто. Вы к этому готовы, спрашивают она? Ну, сделать какую-то, сделать какую-то реструктуризацию придется однозначно. Ну, это вопрос не одного дня. То есть, нужно подумать всем собраться над этим. Так вы за уничтожение или за реструктуризацию? Для меня это принципиальная вопрос? Я за анализ. Ситуация? Да, нужно провести анализ и потом уже, исходя из этого анализа, принимать меры. В любом случае, нужно сделать так, чтобы было хорошо все. Хорошо. Ну, и вопрос от меня. Я его специально оставила напоследок, чтобы понять в целом. Значит, вопрос такой. Губернатор же фактически, как нам стало известно, в таком немом, озвучил две кандидатуры, которые он считает достойны, скажем так, стать мэром. Это его вице-губернаторы Андрей Борисов и Константин Никонов. Раз вы следите за политической повесткой, и, безусловно, вам эти люди знакомы. Скажем так, если бы вам пришлось выбирать из этих двух людей, на ком бы вы остановили свой выбор? Именно из этих двух. Из этих двух, да? Да. И почему? Ну, соответственно, не просто слово, а фамилию назвать. Повторюсь, Борисов и Никонов. Честно сказать, с Борисовым я немножко знаком. С Никоновым. Хорошее начало. С Никоновым я, честно говоря, не знаком вообще. Но явно же видели, слышали, явно же что-то про него знаете. Ну, да, немного, будем так говорить, если быть честным, перед нашей аудиторией. За кого бы... Пока я не готов на это ответить. Может быть, даже не за кого. Нет, если вам нужно выбрать, Борисов и Никоновым. Если нельзя, то... На текущий момент вот у вас выбор, как бы вот вы сейчас в этом положении, Борисов и Никонов. Вот, не важно, что вы знаете, как вы знаете, ну, вот на текущий. Борисов и Никонов. Ну, мне же нужно будет еще сказать, почему именно. Хорошо, просто для начала назовите фамилию. Все равно же ответ какой-то. Хорошо, к примеру, Борисов, просто потому, что я о нем немного знаю. Я с ним общался немного, но общался. Ну, проникал, проникал, но у меня мало информации. Что вы можете сказать о Борисове тогда? Вы с ним общались? Какое-то впечатление произвело у вас? Ну, мнение у вас какое-то сложилось? Что касается просто человеческих качеств, то, как человек, он мне понравился. То есть, он открытый, простой, нет никакого колпака, да, над ним. Короны? Ну, я именно то, что он досягаем. То есть, к нему можно прийти, пожать ему руки, поздороваться, пожать руки и что-то с ним обсудить и что-то до него донести. По моему прошлому профилю, по моей прошлой работе я занимался сувенирной продукцией, изготовлением и сам же реализовывал. И в какой-то момент я пытался достучаться до нашей администрации, до департаментов. И, наверное, он один из немногих, кому мне было легко попасть и с кем просто по-человечески мне пришлось пообщаться. То есть, было легко, непринужденно, и он со мной общался на равных. И за что ему спасибо, и, возможно, за это я был. Тут последний вопрос не могу не задать, хотя, как бы, мы планируем, что мы... Валентина Носова просит назвать конкретную фамилию человека, которого назначить на должность начальника. Пока вы будете отвечать, я все-таки схожу за тем, чем должен на должность начальника УЖКХ. то есть, тот, кто должен возглавить управление жилищно-коммунального хозяйства городского, главный коммунальщик, скажем так, города. Кто он должен быть, на ваш взгляд? Я сейчас отлучусь, я его просил. Фамилию назвать? Ну, люди просят фамилию, это Носова просит госпожа наша. А у нас активный комментатор, очень хороший человек. Блин, как это тяжело. Ну, попробуйте. Тогда не знаешь, ты еще и забыл? То есть, нет такого, да? Сейчас нет. Хочется, конечно, как мы изначально сказали, чтобы, кто у нас лучше всего знает об уборке улиц? Да что ж, мы на уборке за чьих-то зациклились? Да нет, коммунальщики, это же, это уборки, это... Это столько, что страшно даже подумать, кого туда назначить, на мой взгляд. честно сказать, так, просто сказать, кого-то назвать, чтобы на отстань, я не готов. Понятно. То есть, этот момент вы не думали над этим. Это серьезное решение, и каждый житель ощутит на себе это решение. Да. Если мы назовем, поставим не того человека, у нас зимой травмпункты будут переполнены, там канализации там будут, ну, в общем, вы не понимаете. Да, я вас поняла. Ребят, на этом мы эфир будем сейчас завершать, в такую память, скажем так, об эфире. Это, наверное, такое первое обширное, серьезное интервью, Максима. Мы дарим календарь смолдель, надеюсь, что он будет у вас на столе стоять, и как бы дни вы будете по нему смотреть, независимо, останется ваш рабочий стол на прежнем месте, или вдруг вы перейдете в здание администрации на Октябрьской революции. Поэтому, ребята, до следующего эфира. Надеюсь, что, если ничего не изменится, то мы с вами встретимся завтра в 9, ну или в крайнем случае 10, потому что завтра я планирую, если честно, поиграть в мафию. Меня Анастасия Грец тут зазывает. Большой привет, Насте. И вот как бы, как с мафией приду, я сразу к вам присоединюсь, и мы поговорим об итогах дня. Пишите, пожалуйста, свои отзывы о эфире с потенциальным кандидатом мэра, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Может быть, называйте людей, которые хотите увидеть в живом диалоге. Свои рекомендации нам. Ну, еще раз подписывайте на наш канал и ставьте лайки. Мне очень приятно, когда вы лайкаете. Я, честно, прям балдею. Вот. И, собственно, Максим, вот ваша еще минута славы. Скажите что-то людям, что вы хотите сказать, потому что мы сейчас закончим эфир. Знаете, дорогие друзья, кем бы, кто бы не стал мэром города, да, следующим, я хочу пожелать нам с вами, чтобы это был человек, настоящий хозяин. Хозяин в хорошем смысле слова. Чтобы в нем был повсюду порядок. Чтобы мы, как я уже сказал, просыпаюсь по утрам, радовались, там, идя на работу, гуляя по нашему городу. Чтобы мы об этом человеке отзывались только, ну, только хорошо. То есть, чтобы все наши мысли о нем немножко чужие говорили. Извините. Ничего страшного. Это нормально, прямой эфир. Чтобы нам в любом случае он принес пользу. И нам, и городу, и людям, которые будут приезжать в наш город, и чтобы у этих людей от нашего города были только хорошие впечатления, отзывы. И чтобы нашим детям в нашем городе жилось хорошо. это самое главное. Итак, друзья, это в эфире был идеалист Максим Носарев, почти 30-летний, буквально скоро. Он пытается стать мэром нашего города. Всем спасибо за внимание. Я очень рада буду с вами встретиться еще раз. И повторюсь, пишите в комментариях ваши пожелания по поводу следующих эфиров, тем следующих эфиров, гостей потенциальных нашего эфира, кого вы хотите видеть у нас в гостях. Вот такие эфиры мы тоже будем проводить, не столько новостные, а вот именно тематические или с конкретным собеседником. Ребят, пока-пока. Я думаю, прямой эфир стоит отключить. Я тут недавно вкруся камеру. Какую? А, это Sony дает 3000 экшн-камеру. Ну, и тут решился вот у нас сделать. А у нас гоупрошечка. Гоупр у нас, да? Я летом летать собираюсь.